Четвертый день, пока все еще существует проблема с входом в свой профиль. С вами, как всегда, Джамбо Макс, и я, наверное, не могу не записать данный видосик, поскольку сейчас идет какая-то жесткая паника, какая-то дезинформация со всех сторон о том, что же будет с Xbox дальше. Об этом сегодня, собственно, поговорим. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, если вдруг у вас с Xbox все в порядке, радуйтесь и играйте, и, соответственно, если хотите, можете брать игры у X-Games, которые вам с этим помогут. А, пожалуй, начну с того, что, да, опять же, в сети сейчас крайне много информации насчет этой ошибки, насчет того, что вот здесь все происходит, и каждый человек считает себя умнее предыдущего о том, что он вдруг взломал вот эту систему и знает решение и ответ. Чтобы вы понимали, решение и ответ, ну, наверное, даже не знает сейчас техподдержка Microsoft, поскольку сейчас очень много информации о том, что кто-то там написал в поддержку, и ему четко и по-белому там ответили, что Xbox Live на территории Российской Федерации якобы заблокирован. Кто-то говорит, что это сбой, и, соответственно, одна и та же техподдержка, но с разных, условно, чатов, да, пишет всегда по-разному. Вот, чтобы вы понимали, ну, как я это вообще могу объяснить, люди, которые работают в техподдержке, извините, что заговариваюсь, они знают определение данной проблемы. И чтобы вы понимали, вот эта вот ошибка, которая, по сути, сейчас популярна на Xbox, она обозначает, что вы находитесь в регионе, в котором недоступен Xbox Live. Соответственно, они делают вывод, что да, в России, видимо, недоступен Xbox Live, но не подтверждая это фактами. Вот, чтобы вы понимали, весь этот ответ и вся вот эта, так скажем, я не знаю, паника, она, по крайней мере, сейчас бессмысленна. Объясняется тем, что, окей, вы можете там где-то найти пруф или там увидеть на экране, не знаю, найду ли я чат, где мне это писали или нет, вот, где в целом чуваку сказали, что да, Xbox Live недоступен в России. Некое опровержение. Мы просто берем и заходим в свой Xbox. Если что, вся вот эта проблема, которая сейчас происходит, лично меня не коснулась. Так же, как и моих родных, близких, у которых есть Xbox. Я знаю их лично, поэтому я могу утверждать, что есть консоли, их достаточно, которые с проблемой не столкнулись. Понимаете, я не делал никакой DNS и так далее, я лишь записывал условную инструкцию, как вам помочь. Вот, но у меня все работает, заходит там в те игры, в которые я играю, и, соответственно, у меня проблем нет. Собственно, блокировки Xbox Live по всей территории России не происходит сейчас. Нет. Вся вот эта проблема, она каким-то образом касается определенных консолей. И я пока не понимаю, каких, потому что сейчас очень много разных историй о том, что у меня консоль Rostest меня заблокировали, у меня не Rostest заблокировали, у меня вообще все работает, хотя там, я не знаю, консоль привезена совершенно другого региона. Вот, из-за этого сейчас происходит очень большая путаница в сети, потому что люди, которые, ну, утверждают, что у них консоль Rostest или не Rostest, ну, возможно, не уверены в том, что у них действительно Rostest или действительно не Rostest. По крайней мере, сейчас информация подтверждается, что консоли, купленные на старте, они практически не ловят вот эту вот фигню с ошибкой. То есть, может быть, где-то в сети вам проскакивают, да, но в большей степени люди, которые купили в начале, я, мои родные и близкие, опять же, при старте консоли, когда не было всех этих санкций и так далее, у них плюс-минус консоли нормальные. Вот, чтобы это подтвердить или опровергнуть, прошу адекватных людей, без каких-либо сбросов, написать в комментарии ваши истории. Ребята, у меня консоль куплено тогда-то, тогда-то, у меня есть эта проблема или у меня этой проблемы нет. Плюс я вам хотел бы сразу посоветовать, напишите решение, которое вам помогло, без всяких байтов, потому что за счет этих байтов, за счет видосов, не знаю, маленьких каналов, которые сейчас пытаются набрать просмотры, ну, по сути, многие не могут установить суть проблемы. Это действительно тяжело, потому что очень много разных историй. Объясню пример. Сегодня в чате GPX, кстати, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что сейчас там много народу, все делятся подробностями, новыми сервовыми, какими, номерами DNS. Это вам будет полезно, вот для тех, у кого с Xbox действительно сейчас что-то не так. Вот. Написал парень, типа, блин, чуваки, у меня Xbox One, у меня проблема есть. Кстати, насчет консоли Xbox One. Дело в том, что данные консоли, они в большинстве своем, почему я говорю в большинстве, потому что я не уверен до конца, они не получают данную ошибку. По крайней мере, я не видел ни одного живого случая, чтобы консоль Xbox One получила данную проблему. Еще немножко пояснений. Чтобы вы понимали, данная проблема, это не блокировка консоли. Блокировка консоли, это совершенно иное. Она не связана с Аргентиной. Сейчас просто возникла какая-то сетевая ошибка, которой нужно просто понять, либо почему она происходит, либо как ее решить. Соответственно, он написал, что у него консоль Xbox One, что у него ошибка, что он купил ее в 2019 году. После того, как я его попросил скинуть пруф, он сказал, что, ой, оказывается, у меня нет проблемы. То есть, вот таких историй в сети их очень много, и многие пишут свои истории лишь бы, чтобы поугарать. Я прекрасно понимаю, что эта проблема, на самом деле, достаточно важная. И я не вижу смысла как-то шутить с точки зрения того, что вот вам липовый способ или липовую инфу. Поэтому я вас призываю к тому, что тщательно слушать тех, кто вообще что-либо говорит. Если есть пруфы, да, окей, можно поверить. Когда пруфов нет, ну, соответственно, что верить. Поэтому, ребят, отнеситесь, так скажем, к этой проблеме с пониманием, и попробуйте в комментариях написать вашу историю, какая у вас консоль, когда купили и так далее. Это действительно поможет многим. Соответственно, пока непонятно, из-за чего проблема, и когда это решится, тоже-тоже непонятно. Что касаемо, собственно, решения здесь и сейчас. Здесь также ходит очень много способов насчет того, как решить эту проблему. И опять же, многие из них могут оказаться байтами. Поэтому, прежде чем, как сказать, довериться и сказать, вот это 100% вариант, просто проверьте и поделитесь этим, я не знаю, способом с ребятами. Объясню. Дело в том, что конкретно сейчас эту ошибку можно обойтись путем вписания в настройки консоли другого ДНС. Это помогает и помогло действительно многим. Это факт, потому что это самый пока, наверное, рабочий и проверенный способ. Дело в том, что сейчас очень много номеров ДНС. Кому-то подходит определенный, кому-то не подходит. Но так или иначе, нужно просто пробовать новые, 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 пока у вас не прокнет. Перезагружать консоль, пробовать, я не знаю, подключиться к другому провайдеру. Если там играли по проводному подключению, по Wi-Fi подключиться. Если по Wi-Fi, то по проводу, если же не получается присоединиться к телефону, подключить VPN. И, соответственно, нужно делать до тех пор, пока у вас не прокнет. Дело в том, что, опять же, хоть и способ ДНС это рабочий метод, да, многие говорят, что у меня, пацаны, не получается. Такое тоже существует, это нужно понимать. Соответственно, просто пытайтесь найти новые номера в телеге, в группе ВКонтакте нашей тоже подписывайтесь. Там по-любому такие способы будут проскальзываться, чтобы, ну, чуваки писали, канает или не канает. Также в интернете очень полно способов о том, что говорят, чуваки, нужно всего лишь поставить, там, например, определенный регион и определенный язык для консоли, с которого она якобы была привезена. Ну, типа, если консоль США, типа, стоишь на США и все работает. Якобы пишут пацаны. Но я в это особо не верю, вот, поэтому ДНС это пока самый такой распространенный и проверенный способ, к которому я вас, наверное, ну, просто склоняю, что вы это попробовали. В любом случае, как бы, хуже сейчас не будет, потому что можно его, опять же, поставить на автоматический и все будет окей. Также самая проблема заключается в том, что в связи с этими теориями о том, что блокают, что это сбой и так далее, существует два очень странных фактора. Первое, это то, что консоли, опять же, блогают не все, далеко не все. И проблема еще, вот, самый такой уникальный случай, это то, что у людей есть несколько консолей. Одна там, например, Ростест или Неростест. Одна консоль лежит, другая нет. Или, например, у него Ростест или Неростест и две рабочие или две нерабочие. То есть, случай и вообще проблема настолько уникальная, что очень сложно определить, опять же, исток проблемы и сказать, ну, действительно, это правда или нет. Вот. Что, собственно, я предлагаю делать? Для тех, кто, не знаю, хочет купить Xbox, я предлагаю лучше воздержаться, потому что это покупка код в мешке, поскольку у вас может Xbox проработать, а завтра ошибка возобновится, потому что с течением времени, да, с течением четырех суток, я так понимаю, что Xbox, именно ловящих такие ошибки, они прибавляются, потому что, например, ранее, да, у моего знакомого все было нормально, сегодня у него образовалась эта ошибка, и, соответственно, на консоли, которая была куплена после всех этих санкций и так далее. Вот. Поэтому воздержитесь, потому что вы, возможно, словите эту проблему, и будет не по себе, поскольку вы, там, не знаю, мечтали о консоли, ловите проблему, и, come on, вот. Для тех, кто имеет консоли, я бы их, не знаю, пока не стал бы продавать, а просто успокоился и переждал бы, потому что это может быть действительно какая-то ошибка сетевая, да, может быть, это ошибка Microsoft, может быть, я не знаю, ну, от провайдеров, фиг его знает, да, короче, на самом деле, теории, которые вот перелопатил за эти все дни, их действительно много, и они, опять же, не сводятся к одному какому-то ответу, что вот, пацаны, нас банят потому что, потому что, эти консоли потому что, потому что, такого нет, случаи уникальные и так далее. Вот. Поэтому переждите, сейчас Xbox'ы пока не покупайте, не продавайте, просто нужно переждать, потому что это может просто пройти само собой. Или либо выйдет какое-то, не знаю, официальное объявление от какого-то более шарящего чувака, который скажет, типа, да, действительно, ребят, мы прекращаем, например, Xbox Live на территории Российской Федерации. Тогда уже есть, как бы, там, тема для паники, для тем, видос там, для темы, тема, вернее, для видоса о том, что дальше делать, но пока консоли работают. И в большинстве своем работают, не знаю, консоли Xbox One и консоли, которые были куплены, опять же, на старте продаж, ну, до всех вот этих вот мировых проблем. Вот. Поэтому Xbox Live, по сути, сейчас не блокируют. Это вот просто зарубите на носу. Конечно, это может быть по каким-то причинам, я не знаю, произойти, но, на мой взгляд, это маловероятно, потому что, тем самым, Microsoft просто убьет свою репутацию напрочь. Ну, представьте, у вас есть компания, да, я не знаю, она продает свои услуги, вы там купили подписку. Вот, кстати, коды, чтобы вы понимали, иногда даже продаются, ну, российские, именно на продлении Xbox Live, продлении подписки Game Pass. Поэтому я не особо верю в том, что Microsoft это все действительно как-то нам урезает, поскольку, опять же, работает Xbox One, работают некоторые там консоли Xbox Series. И мне кажется, что ребят, которые не столкнулись с этой проблемой, их больше, нежели тех ребят, которые с проблемой столкнулись, потому что, ну, опросы, по крайней мере, показывают это. Вот. Что, собственно, я предлагаю сделать? После того, как пройдет время, я не знаю, будет это, опять же, неделя, полторы или две, собрать, условно, такую медиа-движуху, да, в соцсетях с вопросом о том, что, ребята, извините, мы там из России, как нам быть, почему у нас проблема эта возникает и не проходит. Вот. Соответственно, чтобы хотя бы получить официальный ответ, чтобы мы понимали, типа, почему и какие в будущем консоли подвергнутся данной ошибке. Потому что самое, на мой взгляд, важное, это понимать, что, ну, вообще, какие консоли попадают под бан, да, чтобы как-то себя либо обезопасить, либо понимать, что там, ну, все потеряно, да, там, условно, нужно искать другую какую-то игровую платформу. Но, опять же, мне кажется, что все консоли, маловероятно, что они переблокают, потому что репутацию они потеряют в России прям 100% на очень долгие года, поскольку, ну, представьте, да, если вам условно заблокируют Xbox Live, то купили бы вы следующий Xbox. Ну, маловероятно, потому что история, она может просто повториться. Вот. Создать некий хэштег, некую движуху, опять же, об этом я напишу либо в Telegram-канале, либо там, ну, в этом, как я, на канале, либо в группе ВКонтакте. Короче, я напишу везде. Вот. Я думаю, что вы это заметите. Опять же, призываю пока что не собирать вот это ничего, потому что нужно выждать время, поскольку эта проблема может, опять же, исправиться сама по себе. Вот. А потом уже действовать, чтобы, ну, когда ситуация, все, зашла в тупик, да, ничего не происходит, объявлений, заявлений никаких нет, тогда уже можно уже что-то предпринять, либо за спамить, там, Фила Спенсера, либо других ведущих чуваков из подразделения Xbox, чтобы нам, опять же, это пояснили. Вот. Поэтому, собственно, ситуация на четвертый день такая. Опять же, не паникуйте, я не знаю, там, сходите, погуляйте и так далее, вот. Я буду держать вас в курсе, вот, когда будут какие-то, не знаю, либо пояснения, прояснения, либо какие-то вообще просто официальные заявления. Вы обязательно узнаете, потому что, ну, блин, это контент, это канал, все дела. Вот. Тут не без этого. Вот. Поэтому призываю не паниковать и более детально подходить к вопросу решения тех или иных проблем, потому что очень много всяких хубников, очень много всяких, я не знаю, людей, которые прям уверены в своих словах, потому что даже вот сейчас вот писав, ну, когда записывают этот видос, я вам говорю про какие-то случаи не особо уверенно, потому что я понимаю, что они не помогают. И заявлять, что вот, чувак, это нужно делать так, это блок консоли и так далее, я не могу, потому что, опять же, историй просто масса. Поэтому еще раз я вас прошу, ребят, отнеситесь к этому видосу очень, как сказать, внимательно, с пониманием, и напишите четко и понятно вашу историю без какого-либо стеба, без какого-либо, там, не знаю, непроверенной инфы. Если у вас ошибка, так и пишите. Ребят, у меня ошибка, у меня консоль такая-то, такая-то, решил таким-то образом. Не пишите ахинею, потому что это сбивает народ, это сбивает вот эту тему, и, соответственно, очень происходит много дезинформации. Поэтому я очень надеюсь на вашу, ну, адекватность. Поэтому людей, которых я заподозрил, что они несут полную, там, херню, я просто забаню, ну, по сути, навсегда на канале, и без всяких этих, потому что проблема, опять же, ну, она не смешная. На этом, в принципе, все. Большое спасибо вам за просмотр. Обязательно, там, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Я надеюсь, что эта проблема в скором времени решится.